приветствую каждого игрока от общего то статиста на моем канале с вами зав и как вы видите у меня в ангаре есть лесная ведьма значит нас будет целый ролик посвященный лесной ведьме и все благодаря моим подписчикам благодаря серёге который дал мне возможность покататься на этом танке он мне подарил подписку максимальную подписку я уже дошел до 38 уровня а могу дойти еще и дальше потому что у нас еще полно глифов и мы будем потихонечку проходить ивент на евро теперь но самое главное о чем я хочу сказать это то что я записываю этот ролик второй раз знать почему потому что дочь умудрилась отключить мне микрофон я с выключенным микрофоном записал целый ролик обидно жесть ну ладно расскажу вам то что было в прошлом ролике значит я выкатил три боя три боя естественно были победными у нас вот 2000 среднего урона получилось но так как я записываю новый ролик то думаю вам будет интересно посмотреть на бои в натуре поэтому мы сейчас снова отправимся в бой и попробуем что-нибудь сделать бою так отлично мы попадаем на балтийский щит забавно что в прошлый раз я тоже попадал на балтийский щит ну ладно наверное это просто совпадение наверное это какие-то превратности судьбы надеюсь этот раз у меня голос мой записывается волшебный а я вам буду потихонечку рассказывать про сам танк значит по поводу танка у нас не самый лучший дпм но у нас опять-таки барабан барабан на 4 снаряда забавно когда я уже все это рассказывал но мы рассказывать снова но да ладно барабан на четыре снаряда среди которых четвертым снарядом вы пользоваться не будете почему вы не будете им пользоваться все просто это резервный снаряд резервный снаряд который к дэшится жутко долго на евро очень странные ребята они раскатываются вообще кто во что гораздо поэтому здесь сложно выбрать какую-то единую тактику куда ехать все мои бои были странными как минимум ну то есть я вроде ехал на то направление на которое я бы поехал на ру а получалось что это бесполезно то есть европейские ребята у них какие-то свои тактики какие-то свои разъезды но в этот раз нет он смотрите все поехали туда по поводу точности точность не самая лучшая конечно наши машины то есть промахнуться довольно легко у нас есть система дозарядки что позволяет нам принципе об этом не париться потому что если вы на простом барабанщики раздаете барабан тому словно откидываете два снаряда а потом хотите кинуть еще то вы начинаете задумываться стоит ли это делать или не стоит успеете ли вы перезарядиться после этого или не успеете здесь об этом думать не нужно просто кидайте снаряды просто к дэште их пока перекатываетесь и все у вас прекрасно получается вот например я сейчас вижу уже не вижу объекта хотела бы подобрать но смысла уже в этом нет вот я опять не угадал с направлением в прошлый раз мы поехали все на а ну точнее как европейцы поехали на а мне пришлось развернуться и поехать тоже на а в этот раз видимо все по-другому в этот раз они поехали почему-то на c и нужно было ехать на c очень странный европейцы хотя на самом деле из игроков с европы вот мы вчера смотрели довольно много ников которые по сути русские то есть это означает что они в общем-то из россии показываю огневую мощь этой машины и сразу же броню брони у нас достаточно ее хватает но вот если пацаны будут на меня прям будто нападать будет неприятненько будет неприятненько надеюсь мои союзники горные тоже прикрывать меня начнут хотя бы немножко брони у нас на самом деле хватает а вот с венчиками у нас определенные трудности всего 6 градусов и этого недостаточно как вы понимаете шестью градусами ты далеко не выкатишься да вернее как ты не сможешь именно от рельефа отыгрывать выкатиться то как раз придется но благодаря опять таки системе дозарядки система дозарядки довольно имбовая штука ты можешь спокойненько отстреливать противников то есть вот я сейчас имею два снаряда тигра шансов против меня нет то есть видите все очень легко резервным снарядом я не пользуюсь потому что 18 одну целую десятку секунды когда это долго еще одну тычку я думаю что принципе сейчас уже можно воспользоваться резервным снарядом если конечно я его догоню догнать противника в принципе можно но сложно потому что все-таки скорость незапредельная у этого танка она стандартная для тяжиков то есть ничего тут прям сверх нового или сверх плохого нет но могли бы дать больше я бы предпочел больше иметь но в целом целом адекватная скорость и скорости точно хватает дпм а немножко не хватает но опять-таки барабан системой дозарядки так ну 2100 мы накидали принципе простой достаточно бой получился опять-таки пришлось перекатываться вообще на другое направление 59 тысяч кредитов то есть что-то он даже фармит это без бустеров 59 тысяч кредитов и мы оказались на второй позиции странно обычный оказывался на 1 в этот раз лекан меня все таки перегнал ну что ж так там и быть хорошо давайте не будем затягивать едем сразу во второй бой пока у нас там это все дело грузится я вам покажу то что уже показывал значит касательно дпм дпм у нас низкий но опять-таки пользуясь тремя снарядами мы его очень неплохо реализуем то есть этот дпм можете на него особо не обращать внимание когда у вас система дозарядки дпм всегда чуть ниже ну то есть про джетта вспомните того же вспомнить экрана вот у них у всех довольно низкий дпм дальше пробития пробития хватает потому что мы катаемся на док пробить и очевидно что 187 миллиметров для седьмого уровня это принципе неплохо но вот если вы стреляете по восьмеркам то там уже будут определенные проблемы там уже не всех можно будет пробить 2,6 секунды у нас кд между выстрелами это в принципе все понятно скорость полет снаряда неплохая по сведению по разбросу все как-то немножко тухленько поэтому советую обязательно поставить оборудование на снижение разброса когда у нас разброс будет 0,31 и это в принципе уже адекватно 6 градусов в н поэтому от у венчиков от рельефа мы не поиграем сложно отбирать от рельефа но все равно возможно по скорости у нас все неплохо 36 километров вперед 15 назад эффективная удельная мощность 9 и 2 лошадки то есть в принципе танк едет этого ему будет достаточно хочу обратить внимание что у него довольно много хп 1600 хп и неплохая броня неплохая броня только спереди броню рассмотрим отдельно сейчас у него тоже супер мощный процент побед вот смотрите ну что вот они делают вот как можно было представить что вся команда поедет на сраную дамбу я этого не понимаю но я поеду со всей командой потому что я уже пробовал ездить один когда ты едешь один ты никого не находишь потом тебе нужно перекатываться абсолютно на другое направление и только тогда ты можешь кого-то там встретить это вот так вот играют на евро почему так играют я понятия не имею то есть у нас вот на дамбу но обычно ну там и строчки едут ну может один тяж какой-то захудал и решит съездить а тут видите все прям поголодно но зато мы сможем спокойненько сейчас продавить халката мы кстати попали опять в бой с семерками бой с семерками попадать довольно выгодно потому что семерки не представляют для нас никакой угрозы я думаю я доеду прям до самого конца не поеду за халкатом пускай халкат там чем-нибудь занимается хочу заехать в спину противникам и показать насколько эта машина мощна куда уехал отсюда противничек я думал одного хотя бы здесь заберу не успел сравнение даже с тем же фараоном это действительно довольно мощная машина у нас 240 альфы и за целый барабан мы выдаем практически косарь 960 960 это дофигище реально дофигище но с другой стороны никто не будет стрелять четвертым снарядом поэтому можете рассчитывать только на 720 альфы ну плюс минус плюс я в предыдущем ролике сказал что там примерно 600 но я что-то не обратил внимание что там 240 альфы а это действительно дает неплохой буст даже у танков 8 уровня у которых 240 альфы уже считается альфа повышенный если бы они дали здесь допустим 225 альфы вот это было бы грустно вот опять я гоняюсь противниками на евро абсолютно не понимаю их разъезды у них они какие-то специфические и почему они едут именно так они как-то иначе мне непонятно но в любом случае ладно от хелсинга избавились начинается прям лютая бойня ну-ка фарошка давай-ка с тобой схлестнемся у параона про не пробить это не хватило а вот у нас и гусеница не гусеница отыграла то есть у нас есть еще не увидел вот смотрите зато мы заряжали все это время и полностью барабан к сожалению промахнулся ничего опять-таки говорю что точность не самая лучшая еще вас так много то на меня все летят иди отсюда иди отсюда бойся меня гусеница опять сбита но я могу ехать назад это аварийная гусеница механика у этого танка тоже присутствует прикольная механика ну не сказать что она прям люто помогает но в принципе помогает я просто хочу зарядиться до конца и уже расстреливать его на полном барабане парень явно меня пробить не может то есть у него определенные какие-то проблемы чувствуете вот этот ноги вот сейчас я использовал резервный снаряд я не чуть нисколечко вообще нисколечко не жалею об этом но помните резервный снаряд можно использовать только в те моменты когда вы прям чувствуете что противники не вкатят на вас и да вам долго ехать до этих противников либо когда вы остаетесь один на один и вот вам нужно добить иначе вы сами пострадаете очень сильно пострадаете лучше добить конечно же куда уехал т-34 я понятия не имею перезахвачивать . на всякий случай то что не хотим мы отдавать победу чисто по точкам а вот забираем тогда парня и дел сделал на 4 прага и неплохой настрел я уверен то есть что можно сказать об этой машине она лютая она действительно хорошо себя показывает это уровень уничтожителя уровень крушителя сто процентов да может быть сейчас кажется что она не так уж супер на дебучие но на самом деле она на дебучие вы видели сколько у нее брони может парень конечно попался не самый адекватный то есть может он не понимал как пробивать этот танк но в любом случае две с половиной тысячи и 1500 заблокировано без половины тысячи настрела 1500 заблокировано и мы оказались конечно же в топе списка удивительно что 23 и 3 тут дожил он помогал немножечко прикрывал меня и в конце концов отвлекал на себя внимание так что хорошо что он остался с нами у танка явный переизбыток механик то есть механик у него действительно много тут сразу и до зарядкой резервный снаряд и аварийная гусеница это уже много по снаряжению ничего особенного нет поэтому снаряжение у него стандартный ну ровно так же как и амуниция никаких секретиков дополнительных нет по оборудованию я поставил все вот так вот можете тоже за скринить объяснять уж почему я поставил именно так не буду но в принципе в принципе можно поставить усиленную броню но я поставил хп вот это единственное что я объясню дополнительная броня точно отыграет может быть вы защититесь от какого-нибудь шального выстрела но хпшки кпшки я поставил потому что много прочности у танка очень много прочности я вам уже говорил когда таблицу показывал давайте еще раз 1600 можете сравнить другими пацанами вот допустим у какого-нибудь крушителя у него всего лишь 1450 1600 есть у фараонов и он тоже довольно жирненький танк хорошо так всякие цели достигнуты видите глючные всякие предложения у меня на евро аккаунте они почему-то не отображаются как следует то есть вот они где-то здесь есть но их не видно едем в последний бой давайте последний бой и я обещал вам показать броню естественно я вас не обманул броню я действительно покажу видите какой он красный только посмотрите здесь больше 220 миллиметров такое бронепробитие есть далеко не у всех может быть у каких-нибудь потешки в принципе можно в маску пробить тут 179 миллиметров вот это более уверенная зона бронепробитие у этого танка влд не поддастся даже танком 10 уровня в каком-то плане и поддастся танком 10 уровня если вы стоите немножко на возвышение можно найти 395 400 миллиметров а это уже серьезно очень серьезно так что влд у него действительно танкует башенка тоже находится под остреньким углом поэтому тут фиг знает попадете не попадете пробьете не пробьете принципе спереди он практически не пробивается ну а борта борта у него слабенький карма тоже довольно слабенькая чуть ли не пугаться приемник поэтому борта и в корму стрелять довольно таки просто забавно на этой карте мы тоже отыгрывали и на этой карте у нас пацаны поехали в город а в этот раз они вроде как поехали все-таки на c я поехал на c я не поехал город такое совпадение попали на те же самые карты это очень странно очень странно шпиц где-то вот здесь проедет к сожалению не попал ну и да ладно вот опять таки благодаря системе дозарядки вообще не парюсь о том что стрельнул дополнительный раз так он еще где-то сзади проедет где-то здесь а в этот раз мы все-таки зарядили поеду встречать пацанов я думаю что у нас все получится возможность такая имеется вот с точностью с точностью видите какие-то определенные трудности все-таки имеются и кстати если вы встретите какую-то довольно быструю лтшку довольно умную лтшку то могут возникнуть трудности и с отстреливанием потому что все-таки машина не супер быстрая она вроде как быстрая но не всегда может нормально отъезжать хотел бы зарядить снаряд чтобы точно забрать пацана и в итоге не забрал воспользуемся резервным снарядом для того чтобы отстрелять хотя бы этого парня на нас сейчас пока что никто не смотрит никто не нападает но опять-таки резервным снарядом лучше не пользоваться 18 секунд кадешится это такое себе просто я хотел дать возможность немножко двадцать третьему пожить того чтобы он потянул время и вот мы сейчас зарядились как только четыре снаряда будут у меня в обойме я сразу же выключусь и разберусь со стервы но пользоваться резервным снарядом нужно прям с большим большим умом с большой большой долей аккуратности потому что если вы сделаете от него время будет плохо вы останетесь без снарядов в критический момент во время и не сможете сразиться с каким-нибудь противником в любом случае как вы видите машина нагибает да мы попадаем конечно постоянно к семеркам почему-то не знаю почему мы восьмеркам ни разу не попали это обидно но ничего не поделать как есть и семерки не самые выдающиеся честно говоря нам попадаются можно было в принципе не париться и просто вкатить куда-то поехать всех разбалить но тот факт что машина серьезная тот факт что машина мощная это никак не меняется так и есть она действительно хороша 1800 у нас получилось на стрелять даже 1900 считаете 46 тысяч кредитов но опять-таки что-то он фармит и мы опять не в топе списка но я думаю что это дело поправимое просто нужно немножко приноровиться все-таки это моя всего лишь 6 карточка ну еще там немножко я в режиме поиграл на этом танке режиме он кстати довольно серьезный и нагибает уже выполнили какую-то часть заданий и останется еще по выполнять что-то на стриме на стриме будем тоже на евро наверно заходить сегодня кстати будет стрим приглашаю всех заходить покатаемся на лесной ведьми покатаемся еще на чем покатаемся так что ребят если вы колеблитесь если вы все еще думаете брать или не брать если вы играете на евро если вы все-таки решили что вам интересен этот танк вот именно эта машина вас заинтересовала то возьмите как минимум тайные знания мистическое озарение опять-таки это дорогой вариант но зато вы получите машину уже сегодня но я бы опять-таки больше предпочел тайные знания вернее как если бы я не был ютубером если мне не надо было записывать ролик то мне бы хватило даже тайных знаний для того чтобы просто дойти до танка для того чтобы у меня был я хотел его получить и благодаря своим подписчикам я его все-таки получил большое им опять-таки спасибо ну а на этом все в принципе по поводу танка я все рассказал все его механики показал как отыгрывается тоже показал надеюсь вам все понравилось показал это дважды к сожалению хотелось бы уже конечно сидеть монтировать они записывать второй раз но что поделать сейчас сяду за монтаж надеюсь успею хотя бы часов до пяти все это домонтировать и выложить уже на канал а вам спасибо за то что досмотрели этот ролик до самого конца обязательно подписывайтесь на канал если вам все-таки интересно узнавать про новые машинки про ивенты и про все остальное то обязательно подписывайтесь кстати по поводу новых машинок и ивентов и в этом будет завтра завтра запишу ролик по поводу ивента на ру а про черного пса у нас будет дополнительный ролик он будет уже 24 числа то бишь во вторник там я расскажу что я думаю по поводу самого танка и насколько он хуже или лучше той же лесной ведьмы. И как маленькую затравочку я могу сказать, что лесная ведьма впечатляет гораздо больше, чем тот же черный пес. Черный пес даже на своем восьмом уровне не будет себя чувствовать так, как на седьмом уровне чувствует себя лесная ведьма. Надеюсь, вы уже подписались. Всем пока!